Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Я, конечно же, приношу извинения перед своими зрителями за то, что я иногда выхожу вот в таком вот внешнем виде, вот такая вот грязная. Вы знаете, некоторые мне пишут, Нина, а не могла бы ты что-нибудь поприличнее на себя одевать и навести на голове какой-нибудь порядок, то есть прическу? Конечно, я могу, я даже могу надеть каблуки и сразу же отправиться в курятник или в крольчатник, чтобы наводить там порядок. Понятно уже, да? Сегодня речь пойдет о курах. Я вот собрала яйца за два дня и здесь у меня маленькая интрижка. Вот здесь вот под этой тряпочкой у меня есть две вещи, которые я настоятельно рекомендую вводить в рацион вашей птицы с первых дней. Если вы только кормите своих птицам, кур кормом или моете, поилки наполняете водой, все это хорошо, но введя в рацион вот эти две вещи, вы навсегда забудете о разных заболеваниях. Я вообще раньше рассказывала и об одном и о другом средстве по отдельности, но у меня появляются новые подписчики, которые не всегда могут разобраться в моих видео обзорах и найти какие-то старые видео. Поэтому я решила объединить и еще раз напомнить о том, что необходимо на сегодняшний день, да и вообще всегда вашим несушкам с первых дней жизни. Я верю в профилактику лечения домашней птицы. На эту тему читала много литературы. Гораздо проще и дешевле поддерживать иммунную систему ваших кур, делать ее сильной и здоровой, чтобы дать им шансы самостоятельно бороться с болезнями и инфекциями, которые, собственно говоря, периодически их атакуют. Чем пытаться лечить что-то после того, как они заразились? Конечно же, есть критики, которые не верят в народные средства и настоятельно рекомендуют покупать какие-то специальные корма, премиксы, прочие витамины. Я не ветеринар и я не ученый, но я могу смело вам заверить, что за годы содержания домашней птицы в моем хозяйстве не было серьезных проблем, связанных со здоровьем. Моих кур несушек, бролеров или уток, мулардов, индюков. Я никогда не подкармливала своих кур чем-либо коммерческим или химическим, и у них никогда не было проблем даже с паразитами. У меня никогда не было ни одной курицы с проблемами дыхания, кокцидиозом, ну или какими-либо другими проблемами. Мои курочки не болеют, чтобы не сглазить. Так что смотрите, здесь у меня яблочный уксус, мой личный, моего домашнего производства. Есть у меня на эту тему хорошее видео, как сделать уксус самостоятельно в домашних условиях. Я знаю, что огромное количество сделали людей этот уксус и остались благодарные. У некоторых, конечно, что-то пошло не так, не получилось, но это самый простейший рецепт, который вы можете у меня найти на канале. И чеснок. Чеснок, посмотрите, какие у меня головки крупные. Этот чеснок выращенный мною у меня в огороде. О том, как я выращиваю, что-либо сажаю, я все рассказываю, все у меня на органике, без применения каких-либо удобрений, подкормок. Ничего в магазинах я не покупаю. Достаточно иметь под рукой кроличий навоз, куриный помед и немножечко знаний, что можно сделать своими руками. Итак, уксус и чеснок. Как же они помогут нашим птицам, нашей домашней птице, любой с первых дней жизни. Я действительно считаю, что добавление яблочного уксуса и чеснока в воду в поилке, это единственное, что можно сделать для здоровья своего поголовья. Если вы ничего не делаете, кроме того, как кормите их, собираете яйца и запираете на ночь в курятнике, то рано или поздно можно столкнуться с какой-то проблемой, то есть может что-то произойти. А если начнете добавлять яблочный уксус и чеснок в воду, то вы, собственно говоря, проводите своевременную профилактику от будущих возможных болезней. Опасность куриных болезней заключается в том, что на начальном этапе они практически не проявляются. Куры тщательно скрывают проблемы со здоровьем, они скрывают даже травмы, поэтому часто к тому времени, когда вы увидите какие-либо симптомы, то может быть уже слишком поздно, то может быть уже поздно их лечить. Я очень усердно работаю над тем, чтобы поддерживать иммунную систему моей птицы, поэтому я дополняю рацион яблочным уксусом и чесноком, начиная с суточного возраста и продолжаю всю жизнь. Маленьким цыплятам следует предлагать измельченный свежий чеснок совсем на ранней стадии, чтобы у них развился вкус к нему. Капли яблочного уксуса в их воде тоже отлично укрепляют здоровье. Когда они еще маленькие, я обычно добавляю несколько капель яблочного уксуса в воду и кусочки зубчика чеснока, чтобы они сначала привыкали ко вкусу. Польза для здоровья яблочного уксуса и чеснока необходимы с первых дней их жизни. Какой должен быть яблочный уксус? На полках магазинах есть разные варианты, и дорогие, и дешевые. Ну, в дешевые варианты яблочного уксуса я не верю, поэтому, наверное, все-таки чем дороже, тем лучше. Кстати, яблочный уксус можно купить у фермеров. И еще раз напоминаю, яблочный уксус очень легко делается в домашних условиях и зимой, и летом. Вы можете легко и недорого приготовить свой собственный яблочный уксус, используя остатки яблочной кожуры или яблок. Ну, я снимала видео, еще раз говорю, поищите, посмотрите. Знаю, многие делали уксус и остались довольными. Преимущества яблочного уксуса для кур. В первую очередь, укрепление иммунной системы. Яблочный уксус, он защищает от вредных бактерий. Он поддерживает здоровье пищеварительной системы в кишечнике, у несушки, у бролера, у уточек, в общем, у любой домашней птицы. Самое главное еще, происходит балансировка кислоты в желудке. И самое главное, в жару яблочный уксус сохраняет воду от заселения вредных водорослей и бактерий, что крайне необходимо при скоплении птицы в жару. Так, что еще делает яблочный уксус? Он улучшает усваивание кальция. Вы же добавляете ракушечник, вы же добавляете скорлупу в корм. Так вот, яблочный уксус, он улучшает усваивание кальция. И других минералов. Поэтому ваши курочки получат больше пользы от яичной скорлупы или от ракушечника, которую вы им даете. Так, еще яблочный уксус действует как антисептик. Он убивает микробы, которые вызывают проблемы с дыханием, которым куры чрезвычайно восприимчивы и способствуют здоровому слизистому потоку. Итак, как давать яблочный уксус? Я даю столовая ложка на литр воды. Как часто? Вы можете давать 2-3 раза в неделю. Вы можете давать одну неделю ежедневно яблочный уксус, одну неделю не давать, вы можете давать вообще пожизненно. А можно 2-3 раза в неделю давать. То есть даже чередуя, через день яблочный уксус будет давать огромную пользу для организма вашей домашней птицы. Сколько давать яблочного уксуса, начиная с цыплят? Сначала, когда вы предлагаете своим курам воду с добавлением яблочного уксуса, вы можете также предложить им обычную воду. Они будут пробовать и там, и там, привыкая. На случай, если кто-то из ваших несушек, либо другая домашняя птица, не сразу начнет ее пить. По моему личному опыту, куры очень любят воду с яблочным уксусом. Давайте и сами увидите. Кстати, яблочный уксус улучшает аппетит. Куры начинают хорошо кушать. Это очень хорошо, если добавлять бролером, бролерной утки, старт-53, индюкам. Индюкам вообще можно каждый день давать яблочный уксус, тогда они будут хорошо кушать, у них улучшается аппетит, и вот именно к потреблению пищи. Что касаемо чеснока. Чеснок полезен как взрослым, так и домашней птице. Кто-то может сейчас возмутиться и сказать, как же так? Чеснок обязательно отразится на вкусовых качествах яиц. Не знаю, не замечала. Но даже если это и так, то у него так много пользы, то можно потерпеть. Хотя я еще раз вам говорю, не замечала ни разу, чтобы яйца, да и мясо отдавали чесноком. Чеснок также укрепляет иммунную систему. Он поддерживает здоровье дыхательных путей наших несушек. Вот смотрите, это очень важно. Он улучшает работу дыхательных путей. Вот смотрите, ведь это крайне важно. Поскольку и у бролеров, и у несушек часто возникают проблемы с дыхательными путями. Так вот, и уксус, и чеснок, они улучшают работу дыхательных путей и выступают как профилактическое средство от разного рода заболеваний. Улучшает работу сердца, помогает отпугивать клещей в шее, других паразитов, которые не привлекают кровь в животных. А вот те птицы, которые едят много чеснока, у них перья отдают вот такой специфическим таким запахом чеснока, который отпугивает клещей в шее других паразитов. И, кстати, чеснок уменьшает запах куриного помета. Чеснок может добавлять в рацион ваших кур несколькими различными способами. Вы можете давать целыми зубчиками в поилке, просто взять, порезать и в поилку бросить. Вы можете немножечко размять, вы можете добавлять в корм чесночный порошок либо рубленный чеснок. Самый экономичный и эффективный способ кормить ваших цыплят чесноком – это несколько раз в месяц разминать несколько зубчиков и добавлять в корм или воду. Возможно, где-то вы читали, что чеснок токсичен и для кур, и для домашних животных. Но я вам скажу так. Чеснок в разумных количествах, он не токсичен для домашней птицы и тем более для животных, но приносит огромную пользу, профилактическую пользу от заболевания, различных заболеваний, в общем, укрепляя тем самым иммунную систему. Надеюсь, я вам доказала, что вы обязаны просто внести в рацион своей птице чеснок и яблочный уксус. Чеснок продается везде, не надо прям большое количество чеснока. Ну, смотрите, ну хотя бы раз в неделю давайте там головку, не за один раз делать, давайте за два дня. И, конечно же, яблочный уксус вы уже там сами смотрите раз в неделю, либо вы будете давать неделю, давать неделю, не давать. В общем, в любом случае, я надеюсь, что я своего зрителя убедила в важности того, что яблочный уксус и чеснок необходимы для вашей домашней птицы. Обязательно начните давать, потом напишите мне свои комментарии. Ну, а те люди, которые стали кормить курочка по моим рецептам, стали ухаживать за ними по моим советам, пишут мне огромное количество хороших, теплых и добрых комментариев. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok